Всем привет, с вами Квина, и мы продолжаем исследовать район тюрьмы, в которой властвуют террор, делают красные скорпионы. Мы еще тут не все исследовали, поэтому я думаю, нам нужно. В лицо вам бьется запах аммиака, серы и гнющего мяса, оно почему-то знаком. Может, по мясным вечеринкам в центре рейнджеров? Ну да. Вообще, в прошлой серии мы убили часть банды красных скорпионов, заплатили налог, чтобы жить спокойно. Ну, я не хотела с ними драться, мартобиться, в конце концов. Хотя, наверное, исследовала. Так, что тут? Какой-то путь. Какой-то, да, вот здесь. Ага, вот здесь был секретик, да, который мы хотели взять. А, тут какая-то Салли. Давайте, пойдемте, побеседуем с Салли. Пап, кто-то идет. Фермера немного грустный вид, будто он потерял лучшего друга. Друга пахнет, он, надо сказать, так себе. Что-то здесь все воняют, если так внимательно почитать. А ну-ка, стойте, где стоите. Если вы за свиньями, то опоздали, их украли уже. Ой, минуту, так вы рейнджеры? Ммм, кто украл твоих свиней? Красные скорпионы мне сказали, что у меня нет лицензии на свиней, и всех конфисковали. Отдали их фермеру, а вот это ру. У него, видать, лицензия есть. Вот бы мне кто-то их помог вернуть. Нужна помощь. Ну, если вы могучие рейнджеры, сможете как-нибудь забрать моих свиней, крысятников-скопионов. Глядишь, я стану ненавидеть вас чуточку меньше. Их вы узнаете по клейму на спинах УБ. Не волнуйтесь, до дома их везти не надо, они знают дорогу. Главное, выведите их оттуда, где их заперли текаре. Там уже они доберутся. Кто это за фермен? Говорят, что у него есть личный друг комендант Донфорта. Так что, может, в этом вся разгадка и есть. Ну, с одной стороны, она вся цветущая. С другой стороны, столько ферма, сколько чертова в плантация. Так. Да, мы пустынные рейнджеры. Да, я вас помню, обезьяны. Вы отсюда свалили 15 лет назад. Может, вам было и хорошо, а вот нам плохо. Особенно, когда все заняли Красный Скорпион. Ну что, ребята, мы не можем все, может быть, сохранять, охранять. Надо было самим организовываться. Сплюнуть не успеешь, они уже новые правила выдумывали. Лицензии на свиней, налоги на фермы, торговые тарифы. Мне больше нравилось, когда грабители просто грабили. Тогда хотя бы все заканчивалось быстро. Ты знаешь, по Дамонту. Хотя оттуда недавно заходили торговцы. Их немного, я им немного свиней порудала. Только, чтобы туда пройти, нужны защитные костюмы. По крайней мере, так они мне сказали. А что ты о них знаешь? Когда-то мне предлагали обменять защитный костюм на хорошую свинку. Может, вы его спросите? Ред когда-то предлагала. Ага, Реда. Мэр этого рода ищи. Он старьевщик. Добывает лон, покупает, продает, живет на козлином холме. Его только козлы терпят. Если туда пройдете, будьте осторожны. Там у него турели. Они вас вперед покрашат. Ага, это вот те турели, которые мы видели. Чтобы пройти, нужен код клиента. Какой он? Ты знаешь, код он постоянно меняет. Но в прошлый раз в родстве было код. Свидание. Ладно, бывайте. Интересно. Хоть раз можно угадать. Давайте сходим, проверим. А далеко идти? А далеко идти через всю эту игру. Потом, не хочу. Потом. Так, давайте здесь секреты возьмем. Надеюсь, там нет ловушки и ничего не взрывается. Так, Тимми. Халат. Полезно. Пипец. Что здесь случилось? Выглядит как натуральный свинальник. Может потому, что это и есть свинальник. Похоже, в этом углу находится небольшой тайник. Со скромными семейными пожитками. Возможно, его цель не дайте ковнюкам. Вроде вас украсть, а не мало, что в семье еще осталось. Анжела говорит. Я была здесь год назад, а то парни дела шли неплохо. Мы осмотрели, нашли свиную дербу. Наверное, это нам потом пригодится. До свидания. Так, а с Тимми можем поговорить? Не слушай Салли. Она не вся с тех пор, как мама умерла. Такая Салли. Уильям. А, вот Салли. Уже все перегружены. Собрать. Делайте с теми, что хотите, только оставьте меня. А, вы злодеев накажете? Они все насилуют. Что тебе надо, мистер? С кирпионом. Там куда больше, чем вас. Я так думаю, вас тоже изнасилуют. А вы злодеев накажете? Бедная женщина. Да. Очевидно, я слышала сама. Я смотрю, не припустили ли мы каких-нибудь секретов на этой бедной-бедной ферме. Так, что там темно? Темно сюда нам, значит. Идем посмотрим, что здесь. Так, интересно. Этот парень еще на месте. Ну, так не видно. Что значит там стоит? Можно что-то продать. Барахло. В принципе, мы можем загонять, говорят, на ферму рейджеров. Так, что здесь интересного? Ой-ой. Так. На склоне скалы построена хижина. Довольно жалкая жилища, почти не защищающая обитателей. На покрытой плесенью постелем свернул скалачиком женщина болезненного вида. Рядом с ней ней громко обормоченный в шер-ради приемник. Забор из сетки рабицы приглашает вам путь. Внимательно смотрев за борт, Анжела Дэд находит замок. Ага, вот это дело. И тут, видимо, можно спуститься и куда-то пойти. Угу, интересно. Ее душа хочет покинуть тело. Слишком сильная боль. Говорит, ай-яй-яй, ай-яй, ай-яй-яй, Элрой, это ты? Прошу, Элрой, помоги мне умереть. Это та, которая кричала или нет, интересно. В радио. Так, еще одни железные наплечники. Так, давайте с ней поговорим. Это лихорадка. Скорпиона убили нашего доктора. Лекарство в магазине и компании слишком дорогое. Мой Элрой неделю назад ушел за лекарством в хран Титана. Но я боюсь, что с ним что-то случилось. Пожалуйста, рейнджер, окажите любезность, убейте меня. В комоде есть кое-какие вещи, можете взять, только убейте меня. Ты хочешь, чтобы мы тебя убили? Пожалуйста, рейнджер, помогите мне больно. Избавьте меня от боли. Не буду умирать. Может, найдем его Томми, который пошел в храм Титана. Да, да, говорите, что у нас на карте мира. Таинственный храм, может, что-то он и есть. Она нам, очевидно, не скажет, что за храм Титана. Ох, комод. Лом, банка, маринада, выцветшая дискета. Ладно. Так. Меня оседлала кошка. Приходится вместе с ней играть. Так, идемте сюда. Давайте, давайте здесь попробуем открыть. Я же сохранила, да? Так. Так. Да. Какие-то ворота. Сюда спустимся, интересно. Или куда это нас приведет? Хочется, хочется сбегать тому парню и продать... Блин, заперта. Критическая неудача. Нет, просто неудача. Успех! Ура! 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 Так, сетчатый забор трясется. У нас места не двигается. Ворота заперта на тяжелый замок. Интересно. Куда это мы попадаем? Какую-то пещеру. Я думаю, здесь будут враги. Нам надо будет лечиться, поэтому... Идемте посмотрим, можем ли этому парню что-нибудь продать. Что-то ненужное. Чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно иметь что-нибудь ненужное, как говорили в незабвенном мультике. Так, где он там находится? Парень. Тут-тут где-то был. Тут-тут-тут-тут. Да, вот тут-тут он был вместе со странными козлами, над которыми издевались красные скорпионы и насиловали их. Ой, нет. Там один козел, который пищал постоянно. Я думаю, в принципе, мне бомбы очень помогут. Помогут. В работе с красными скорпионами. Так. Мы здесь где-то ему помогали. С его машиной. Но он, видимо, уже ушел. Да, поэтому нам надо сваливать отсюда. Я вот думаю, смотри, здесь трудно... Да, да, надо же квесты почитать. Так. На базу звезду Эйса насти остальные части дневника. Ради эфир. Вернуть украденных свиней. Узнать все пространную металлическую ногу. Хорошо. А что вот с этим квестом, который... А, мы здесь были. Здесь были. Плод крушителей были. Тюрьма. Таинственный храм. Ммм. Мхм-хм-хм. Так. Цитадель Рейнджа. Мы можем вернуться в Таинственный храм. Я думаю, Таинственный храм от нас никуда не денется. Давайте. Хорошо. В Цитадель Рейнджа мы можем все неплохо продать. Давайте вернемся на карту и посмотрим, как у нас там сложатся обстоятельства. Если нас пропустят в... Где тут выход? Мы почти возле него находимся, да? Если нас пропустят Цитадель Рейнджеров, мы сможем там продаться, закупиться, развлечься. Здесь все открыто. Хорошо. И изучать квестов сдать, звезду эйса дать. Но если это Анжела Дэд с нами не пойдет, то это будет печально. Придется возвращаться или как-то, я не знаю, как-то решить квест, чтобы она все-таки с нами пошла, потому что очень жестко нам будет в тюрьме, очевидно, перейти. В принципе, мы еще до того Рэда не добрались с этими турелями. Но вернемся на обратном пути и проверим, что там в той пещере такого интересного. Блин, повернуть нельзя. Нельзя. Так, ладно, идем к источнику. В эту сторону что? К оазису идем. Я надеюсь, нам никакие не надо будут эти вот биться с с ними биться не надо будет. Так, буль-буль это мы пьем воду так, да? Ясно. Так, пополнили, давай съедем до следующего. и там уже недалеко до цитадели обратно. Побег сто процентов, да. Умелый избегатель любого конфликта, да, не то слово. Так, у меня следующий оазис, да. И уже цитадель, можно сказать, вообще за углом. То есть, именно лючками ковыряться мне вообще не интересно. Ну, смотрите, на здоровье всех восстановилось. На этом мы успели, интересно. Иногда насилие не ответ, иногда. Интересно, а то, что я в храм не пошла это как-то по времени не редактируется. Ух ты, я сбегаю из них и опыт получаю. Это же круто. Еще опыт. Все замечательно. Биться не надо, надо только смываться. Да, подтвердить. Красота. Мы живы, оружие при нас, пись пульки при нас. и все, и все отлично. И еще и опыт за это получаем. Интересно, вы слышите, как урчит тут кошка? Она практически микрофон это делает. Пока я ее чухаю. Ой, собачка. Интересно, а мы тебя можем приручить? Мне говорили, что можем. Вот, рейнджер цитандель 0-1. Просто перед приручением хотелось бы ой-ой-ой. Хотелось бы сохраниться на всякий случай. Вдруг она на нас набросится. Щеночек, 25 жизней. Ой, ребятки, некогда мне болтать. У отряда Эйбл вечно дел по горло. Приятно, когда все идет по плану. Болтать они с нами не хотят. А то еще одна собака. Интересно, теоретически можно о, краску. Мы же этому парню краску хотели дать. Пойдемте выполним этот квест и прокачаемся. Прокачаемся. Удалось найти что-нибудь для моих художественных проектов. Да, кое-что. О, да, дадите, здесь ничего не испорчу. Я буду пустыню украшать. Да, бери. Круто, вы лучше всех. Когда закончились, придется еще уборную драть, так что в поле я не выберусь еще долго. Надеюсь, вы хоть что-то узнаете на моем примере. Уж научитесь на моем примере. Так, у нас опыт увеличился, интересно. Что-то они получили, какой-то комминт и история. кто он получил? Что мы получили? Что это? О, в этой книге собрано множество рассказов о турнирах по боевому искусству документам. Больше всех остальных своими подвигами прославился герой Фрэнк Дюкс. Плюс рукопашная. Биться руками на меня руками никто не бьется. Поэтому это мало нам необходимо. так, ладно, одевайте, что здесь было. Просто кажется, да? Можем еще одну собаку интересно приучить, что-то целых две бегает. У нас же вот еще были навыки, статуэтку можно взять и приучить еще одну собаку, по идее. Давайте попробуем. Это прям критическая неудача будет. Идем. Ну, хватит пока одной. Ой, этой тетке можно что-то продать. Ну, давайте не будем. Может, там цитадели будет получше продавец. Поторговать. Как служба идет? Так, что у нас? Броня. Требуется сила пять. Скорость твою. Тут кожаная куртка. Броня два. Оп. Взяла всем брони надо выдать. Денег только общий. Ого, 250. Защитные костюмы защиты от радиации. Чудо у нас 200 нету. Ну, мы напродаем, я думаю. Так, малый прицел, всякие лечилки, энергоячейки, 150 штук. У меня их тоже полно. О, вот эти нужные штуки. Я думаю, с красными скорпионами бороться то, что надо. С покупками лучше не спешить. Да, я тоже согласна. Я ненавидела старую базу грейнджеров, там было бедно и грязно. Еще при скорпионах грязнее стало. Ну, что-то других я не вижу разговоров с ней. Так, а здесь кто-то есть? Интересно, мы можем верить к могилу, так, чтобы никто не видел. Видите, пообщайтесь со своими предками, я подожду. Так, это надо сохраниться, а то вдруг опять все на меня набросится из-за сквернения. Где-то у нас лопата была. Хватит чертов делать, не трогайте могилу, там эльс похороше, он заложил покоя, что будет. Так, здесь еще какие-то могилы, можно поковырять? Не вижу. Видимо, пока Анжела с нами мы не можем ничего тут вскопать. Да, ну ладно. Гробокопатели из нас не вышли. Так, ну давайте поговорим. надо съездить на бранзе. Генерал сказал, что вы справились задания в хайпуле, теперь становитесь членами. Добро пожаловать в цитадель. Ну видимо, членами нашего гордого племени рейнджеров. Ух ты, как красиво. Сейчас нас пропустят. Прошу, заходите. Интересно, с тобой можно поговорить? Типа... 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 смотрите, лапка. Что дает? Плюс один харизма. Блин, мне все-таки харизма нужно бы для веселой Лизы или там кто-то у нас. Да. Давайте с ним поговорим. Удачного бранца. Не хочет нам ружбайку брать и там это. Однажды здесь было грязное побоище. Вы же отряд Эко. Приятно видеть тех, о ком много говорят. Я капитан Хантер. Отряд Дельта. Ваш отряд не похож на остальные, что мы встречали. Это потому, что мы не похожи на остальных. Мы спецназ. Разве не все рейнджеры спецназов? Чем вы так отличаетесь? Скажем так, Варгас вызывает нас, когда кто-то из других отрядов ведет. Себе плохо? Так, ну да, свеч. Интересно. Что там плохо севел? Что это такое? Тяжелые раздвижные двери отполированы до блеска, но на их поверхности можно разглядеть царапины и ожоги. Наверное, рейнджеры использовали все, от зубила до автогена до взрывчатки, но колоссальные двери выстояли. Такие интересно выстояли. Можно будет открыть. сомневаюсь. Может, мы что-то прокачаем какие-нибудь взломы. Наверное, где-то надо будет код взять и можно потом эти двери открыть. Так, где-нибудь дальше? Смотрим, что здесь. Так. Может, говорящий с ветром очень много знает. что? Возвращение в цитадель рейнджер от новобранца. сержант, генерал, скорпион, еще кто-то. Так, давайте посмотрим, что здесь еще есть. До того, как мы с ним поговорим. там магазинчик, здесь кто-то вот это вот есть. Еще кто-то здесь. сержант в пустом помещении без каких-либо украшений пахнет руженной смазкой и кожей. За стойкой и железной решеткой в темноту уходят ряды металлических стеллажей, заваленных оружием, броней, формой и различным снаряжением. Вдоль одной из стен еще есть шкафы и планшеты, развешанные по гвоздям. За стойкой стоит крепко сложенный молодой сержант. Он улыбается и преувеличенной удалью отдает вам честь. Так, в общем тут куча всего, куча людей, с которыми надо поговорить. Может каких-то квестов сейчас глянем. Что здесь интересно? Еще что-то. Капрал здесь типа столовая, да? Хорошо. Тут что? Это запах пищи, вы уверены? Ага, это столовая была. Большое помещение с рядами старых складных столов. Стены украшены плакатами, с одной стороны стойка с подносами для еды и водяными кулерами, словно обезвезенными с довоенных офисов. Стойкой кухни. На плите кипец в больших котлах. Рядом стоит повар, завести, заметив вас, он машет рукой. Нюхает это. Запах пищи, уверены? Открыли, я думала, наставах рада нам скажут, не ходите туда. Что такое? Так, куча народу, интересно. Куда-то мы пришли. Древний диспетчерский компьютер из аэропорта. Судя по всему, его 150 лет не включали. Интересно. Интересно, интересно. Все интереснятые и интереснятые. Двери какие-то заперто. Посторонним на гавахту нельзя. А сюда? А мы не только посторонние, мы еще и собачкой. Так, здесь что-то продают. Куча народу что-то где-то продает, что-то сдает. Надо не продешевить. Поэтому привезли кучу всякого ненужного стаффа. И нужного. И можно будет что-то раскрутить и так. А это что? Старый рейнджи засловно выдубленной кожей поправляет ножи ветра и не разглядывает их снежность. Ага. Это где-то здесь очевидно можно будет и ножи купить. Прямоугольный кусочек пластика синего оранжевого белого цвета выштампованными буквами и цифрами. Цифры стерлись, но еще можно прочесть имя глом эску. Ваша голодя сообщи привела к тому, что хайпул отойдет красным скорпионом. Берджин ждет повода переметнуться. Сегодня вы ему это дали. Он станет мэром. Запомните мои слова. Привет, малыши, я слышала, вы уже пишете историю. Так. Тостер? Сейф? Что это? Пушка такая большая, тяжелая, что ее пришлось поставить на гусеничные шерсти. Бьет, похоже, крепко. Рядом есть табличка мизонное оружие. Нифига себе. Так, а это что? Опа. Там какой-то памятник стоял. Мы получили по одному очку науку. Ну, надо же, как подвезло сегодня. Так, идем дальше. Так. Капитан Кликстон говорит, хорошо поработали на Оцбурге, а там небольшие поселения наше осталось жить в пустыне. Так, тут двери есть. Что это? смотреть, открыть. Это выход? Или проход куда-то? Да, это что? Да, это мы вышли. Сейчас надо будет туда войти и посмотреть на карту базы. интересно, мы уже все посмотрели или нет? Мы были направо, теперь сбегаем налево. Ага, тут эти были, да? Ну, ладно, идем тогда налево. Турели, турели. Хм, интересно. Так, а с другой стороны? Нет, одной видите, нет турельки. Ладно, пойдем поговорим. Эй, Восон, ты слышишься, Анжела, все. Сохранимся всех существов. Вдруг Анжела нас покинет и я буду переживать. Ага, перезаписать я не хочу, поэтому это будет треть. Люблю игры безограничей на сохраняшке. Так, тут кто? Сержант. один из рейнджеров с техническим складом ума. Он носит самодельные очки, виски, виски у него начинают сидеть. Приветствую, набранцы. Хорошо, что мы наконец встретились. Вы молодцы, установили эльтразет или в хайпуле. Генералы, я вам благодарна. Теперь вы, наверное, хотите узнать про те радиопередачи, разобраться с которыми нам помогли. Мы не знаем откуда они ведутся, кто это делает. Они, кстати, могут оказаться довоенными записями, но мы их слышим с тех пор, как небо стало разъясняться, и звучание у них грозное, так что мы все же попытаемся узнать побольше. Поэтому и послали Эйса, но его убил робот. Итак, вы подключили один из наших трансляторов к радиовышке в хайпуле, но не смогли сделать то же самое в исходцентре. Из этого мы слегка буксуем. Хотели получить пеленгатор от Сан-Ота Эдкаказа и действовать в эти две башни. Наша и ту, которую убили Эйса. Используя четыре точки, мы обнаружили источник сигнала. Теперь, правда, придется искать радиовышку, про которую генерал уже говорил в Дармонте, если она вообще существует. Все готовы? Хорошо. Что вы слышите о Дамонте? Я уже больше года слышу переговоры красных скорпионов об этом месте. Говорят, это за радиационными облаканами на востоке. Надеюсь, это правда. Гилберт говорит, что там может находиться радиовышка. Это наша последняя надежда запеленговать таинственные сигналы. Что это за пеленгатор такой? Вы точно хотите это знать? Большинство людей и глаза стекленеют, когда я начинаю рассказывать про технические детали. Ладно, сами напросились. Удовлетворены. А то. Что с хай-центром? Очень жаль, что вы не смогли спасти его. Его ученые старались создать выносливую флору и фауну, которая сможет жить в пустыне. Ужасно, что мы их потеряли. А что хай-пули? Я рад, что вы смогли спасти хай-пул. Его резервуар и честные сооружения подставляют воду нам и другим поселениям поблизости. Я даже не знаю, что важнее вода или растения. Ретрансляторы зачем? Усиливаем сигнал и передавать данные в цитадель. Прямо скажу, чуть не померли, разыскивая детали для их сборки. Поэтому я таки рад, что вы нашли ретрансляторы, выданные Эйсу. Как небо вообще? Тут при чем оно? Ну, это лишь гипетизы, но я думаю, что радиоактивные частицы, летающие в ее сфере после войны, как-то мешали связи. Не давали сигналы отражаться обратно в сторону Земли. Теперь эти частицы распадаются, состояние ионосфена восстанавливается, она снова работает так, как в прежние времена или нет. Я знаю только то, что написано в книгах, которые удалось собрать. Как бы там ни было, мы получаем больше радиосигналов, чем месяца три назад. А что вы думаете о генерале Варгасе? Ха! Я не буду говорить ничего плохого про генерала, когда он сидит со мной рядом, со мной, ладно. А мог бы, да? И правильно, Вудсон, а то я урежу тебе снабжение сигаретами. Вот видите, ну если серьезно, генерал осторожен и мудр во всем 15, все эти 15 лет. Кто-то считает, что он слишком осторожен, но все же, но это ведь не им сидеть на рации, слушая, как гибнут хорошие люди. Когда мы стали получать из страны радиосигнала, генерал решил, что тихие деньки позади. Что ему нужно быть здесь, слушать жителей пустыни и отправлять своих бойцов им на помощь. Что значит тихие? Ну, мы 15 лет после победы над компьютером базы Кочес окапывались, восстанавливались этот отдел, набирали бойцов, укрепляли позиции. Да, мы стали более организованными, но менее влиятельными. Те области, что мы раньше патрулировали, пропали с наших карт. Сейчас, мне кажется, пришло время проснуться. Мир меняется, тут и эти безумные радиопередачи, и красные скорпионы в старой темне, сообщения про торговые пути на востоке, где раньше, как казалось, ничего нет, кроме радиации. И все рейнджеры и дальше хотят принести пользу миру, нам нужно выйти из своего убежища. На востоке от чего? Мы всегда считаем, что радиация на востоке от тюрьмы слишком сильна, что прийти там невозможно. Но скорпионы утверждают, что они надладили торговлю с Дамонтой, поселение за радиационным поясом, а еще с какими-то служителями Титана. Нам на территории скорпионов не рады, так что мы не можем проверить, правда ли это. Но откуда-то они получают хорошее оружие, значит, что вы в тюрьме можете сказать. Это наша прежняя база, не такая и плохая, но мы ее переросли. Когда разобрались с обитателем цитаты, решили сюда переехать. Компьютер базы Катчиз. Что это? Это страшный сон рейнджером, страшный враг рейнджера, исполченная машина, как оказалось. Главный компьютер на старой военной базе вдруг вбил себя в электронную голову, что все люди его враги. Начал строить роботов, чтобы защищаться. И если бы мы его не остановили, то те роботы убили бы всех нас в Аризоне. Всегда рад, удачи, будем на связи. Ну, вы спасли хайпулу от Куршит, но не думаю, что они останутся в союзе с нами. Крепкий, бородатый мужчина, видавший виды формы, старый ковбовский шлеп, и генерал Варгас опирается на трости. Но он вовсе не без помощи. На бедре у него левали револьвер с переломутрами, щечками, на стволе, которого множество зарубок. Итак, вы спасли хайпул, пожертвовалась хат-центр. Решение удалось вам нелегко, я понимаю, но принять его нужно было. Выбрав хайпул, вы сделали все возможное, чтобы спасти поселение и его жителей, я очень доволен. Что вы помогли Кейт Спрестон стать новым мэром? Она практичная и урана вешана. Как раз такой лидер, который нужен хайпулу. Кроме того, спасибо, что расследовали гибель Эси, нашли его в мете. Простите, кошку надо на еду направить. Прошу прощения, что ваше принятие в рейнджер набернулось настоящим сражением, но вы хорошо показали себя в сложных обстоятельствах. Я считаю, что можете быть рейнджером. Добро пожаловать. Есть какие-нибудь вопросы? Да, полно, как видишь, целая линейка вопросов. Посоветуйте нам что-нибудь раз мы стали рейнджерами официально. Вы даже следующее поколение. Я хочу, чтобы мы вами гордились. Помните, что любое ваше достижение отражается на общей репутации рейнджеров. Мы много трудились, чтобы заслужить доверие жителей Аризоны, чтобы они приняли нас в качестве защитников. Помните об этом, когда беретесь за оружие или что-то обещаете. Нерушимость законов и жизни других рейнджеров зависит от вашей мудрости, чести и терпения. Не думайте, это не одиночный робот. Не знаю, в свое время немало роботов положил без особого труда. Выходит, это было особенно более опасным. Если это так, нам нужно все выяснить. Послушайте, если вы принесете эту штуку сюда или хотя бы ее деталь, покажите меркаптан в оружейке. Может, она что-то сможет сделать. Хорошо. Вот, держите. Когда приседет что-нибудь для меркаптан, захватите это с собой. Это бланк заявки на что-нибудь из ее изделий высшего класса за то, что нашли убийца Ис. Круто. Так, мы с Эйсом большой путь вместе прошли. Вместе еще с тюрьмой. Мы вместе дрались с Финстером и армией роботов на базе Качиз. Мы перестроили цитадель. То, что я отправила его на здание, которое убило, не дает мне покоя. Энджи никогда меня не простит. Хорошо, знаете, Энджи. Достаточно хорошо, чтобы не говорить о ней с кем-то. Когда сама она передо мной. Привет, Энджи, как дела? А теперь уже лучше, генерал. Плачу по 8 часов в день, а не по 16. А чего тут стутиться, Энджи? Совсем нечего. А что там с базой Качиз? Мы там едва не подохли. Что там база едва не погубила все человечество? Тамошний главный компьютер с 5 стал штамповать боевых роботов. Целую армию. Если бы мы его не остановили, даже думать не хочу. А что можете сказать о старой тюрьме? Это была наша старая база сразу после катастрофы. 15 лет назад мы перебрались оттуда-сюда. Там тоже было неплохо. Но цитадель проще защищать. С тех пор туда вселись красные скорпионы. Неприятные такие товарищи. А кто такая меркаптан? Светлейшая голова в цитадель. по волганам разжится оружием и броней. До сих пор постоянно придумывает что-нибудь новое. Стоит заглянуть и посмотреть, чем она занята. Спасибо, что пустили нас цитадель. А теперь это ваш дом наобранце. Место, где можно отдохнуть, пополнить запасы, научиться чему-то, научить этому остальных. Более того, несмотря на мрачное прошлое, сейчас цитадель стала оплотом правосудия, маяком среди тьмысти, но против вороста, беззакония, жестокости. Это поле, на котором взойдут семена порядка, дав начало новой и лучшей цивилизации. Прошу прощения, иногда я увлекаюсь, правда, на самом деле считаю, что мир меняется вокруг, несмотря на все мои недостатки, что нельзя допустить, чтобы наш огонь угас. Именно поэтому нужны молодые, увлеченные новым делом новобранца вроде вас. Мы нашли страницу из дневника Эйса, правда, отлично, дайте-ка взглянуть. А, тут совсем немного, встретил продавца змеиной выжимки, так, ладно, чувствую, словно за мной следят, черт побери, картинка невеселая. Следил за ним, наверное, робит убийца. Думаю, стоит поискать продавца змеиной выжимки, тут еще упоминаются рельсовые кочевники, надо взглянуть к ним в лагерь, где вы еще этого не сделали. Может, они что-то знают, хотя бы о том, где-то начать дневника. Так, про красных скорпионов. Так, в Чит СССР у нас есть библиотека, где мы собираем карты и информацию по окружающей территории, чтобы было проще работать. Если хотите узнать что-нибудь про старую технику или вроде того, поговорите с папашей Филиндлоком. Если интересует карта, вступайте Гилберту, он наш картограф. Так, Гилберт. Раньше был одним из бойцов моего отряда. Мы его тогда называли Молотильщик. На такое можно положиться, когда припечет. Теперь, правда, он уже не воюет. Во время боя за базу Качис получил ранения, да, и так и не оправился. Стал нашим картографом и картографом отлично. Работает в музее вместе с Филиндлоком. А кто это за Филиндлок? Ха! Филиндлок уже был старым, когда я был вашим ровесником. Теперь он просто древний. Про историю пустыни рейнджеров знают больше, чем кто-либо. Ну, он сам все расскажет. Доделки это не так. Я действовала слишком осторожно, когда мы захватили это место 15 лет назад. Я стала больше заботиться о поддержании мира на известном территории, а не о предотвращении внешних угроз. Мне хотелось отстроиться, привлечь больше людей, но при этом я отстала от того, что происходит вокруг. Но если хочешь что-то изменить, начни себя. Вам предстоит узнать, откуда исходит опасность. А что насчет запасов? Насчет этого обратитесь нашему интенданту. Сюждату Мелсону он даст вам оружие, броню, снаряжение, необходимое для выполнения задачи в пустыне. Кроме того, можете повредить сетил, мир, каптан и динамит, если потребуется что-нибудь экзотическое. Динамитан это кто? Наш специалист по саперке, безумный мудила, который кого-нибудь, когда-нибудь нас всех взорвет. Правда, без него нам пришлось тяжело. Бои его изделия предельно полезны и надежны. Вот от его мастерской у меня волосы дыбом. А что там было с Ирвином Джоном Финстером? Самый чокнутый из всех маньяков, что мы встречали. Когда-то он был человеком, может даже не сумасшедшим. Но мы его увидели уже бешеным андроином, который хотел уничтожить всех людей и заменить их мутантами. Его голова в музее хранится, если хотите взглянуть. Прикольно. Кто такой Уэйд Вулсон? А вот он Вулсон, мой главный по радио, тот, кто выводит меня в эфир. Если хотите что-то знать про ретрансляторы или использование рации, говорите с ним. А сержант Мелсон? Толковый, немного зеленоват, немного шумноват, немного наивенна, но рейнджерам сейчас такие нужны. Нужна свежая кровь. До свидания. Не подведите, бойцы. Приветствую, генерал. Как нога? Нормально, рейнджер. Надеюсь, тебе уже лучше. Все проходит, змеи, ты же знаешь. Да, я знаю. На полке слишком плотно расставлены книги и названия вроде истории-то тактического искусства, тонкости, ведения войны. Ваше внимание привлекает несколько скорошевателей. Подписано, как я был в рядах рейнджера. Воспоминания генерала Аркаса. Ну, ладно. Я думаю, на этом месте можно закончить. Сейчас посмотрим, что в шкафчике. Дадут ли нам его осмотреть. О, воспоминания моей службы рейнджера. Часть какая-то. Здесь все. Прикольно, можно будет почитать в том, как Аркас стал рейнджером. Так, что-то больше никаких интересных вещей. Ладно, давайте выйдем и начнем с этого места в следующий раз. Спасибо, что были со мной. Подписывайтесь, лайкайте и не забывайте рассказывать друзьям. Всем удачи и пока-пока.